Шаргейм Найдя его и положить себе в инвентарь, к нам прилетит вот такое вот дивное создание, похожее на одноглазого толстого перикана, который будет следовать повсюду за героем, держащий предмет его призыва. Основная задача Паким Багимса переносить в себе предметы, и для этого у него есть 9 слотов, как и у своего предшественника Честер. Но все же, как бы ни были похожи эти создания между собой, у них есть отличия. Они не имеют никакого отношения к внешности и предмету, с помощью которых можно призвать. Первое отличие между ними в том, что Паким Багимс может защищать обладателя рыбьего скелета от москитов, приняв их атаки на себя. И как только москиты нанесут ему четвертый удар, то умрут. Второе отличие звучит как минус, и выражается оно в том, что пеликан может съесть безвозвратно некоторые вещи. Итак, рассмотрев характеристики Паким Багимса, я хочу рассказать о том, что он может быть модернизирован как Честер в двух направлениях. Для первой модернизации нам понадобятся мясные продукты, которые легко можно будет добыть с рыбы собаки или же с краба, разгуливающего по пляжу и прячущегося за ходом солнца в норке. Суть преображения заключается в том, чтобы заполнить морепродуктами все слоты птицы. После чего, отойдя от пеликана, он съест все содержимое и растолстеет, превратившись в толстого Паким Багимса, у которого вместе 9 слотов будет 12. Но данная модернизация нестабильная, и как только птица проголодается, она вернется снова к первоначальному своему облику, а все лишние предметы, хранящиеся в 10, 11, 12 слоте, просто выпадут из нее. Кстати, кто еще не знает, как разбить предметы, лежащие в большом количестве поштучно, то знайте, взяв кучу предметов, необходимо зажать контуром и разложить их в такой последовательности, в которой вам нужно. Уложив морепродукты, отходим и смотрим анимацию переваривания пищи и дальнейшее превращение в толстого Паким Багимса, который, съев еду, оставит нам подарок в виде облоданных косточек. Да, забыл предупредить вас об том, что у толстого Паким Багимса скорость про это куда хуже, чем у него модернизированного. Ведь все-таки три лишние ячейки не могли не сказаться. Давайте теперь рассмотрим вторую модернизацию. Вторая модернизация ничем не отличается от первой по манере выполнения. Вот только морепродукты следует заменить на камни, именуемые обсидиант. Их можно найти у вулканического посоха, выловить при помощи сети из моря, добыть при взрыве из обсидианового волна или же игрового автомата, где шанс выпада обсидианта в принципе не так высок. Но я все же решил испытать удачу, при том, что пару монет всегда лежит около однорукого бандита. Подобрав монеты и закинув их в автомат, нас интересует выигрышная комбинация в виде трех золотых самородков или трех морковок. Да, кто еще не знает, игровой автомат не встречался в предыдущих частях игры и был добавлен в дополнение шибреки. Возле него всегда находятся скелеты и монеты, называемые дублоны. Помимо всего, ночью над автоматом летают светлячки, но играть, да и просто стоять возле него не стоит, так как уровень рассудка будет сильно понижаться. Ну да ладно об этом. Как вы заметили, выигрышная комбинация не дала мне желаемого результата. Вторая же попытка наслала змей, но я не расстраиваюсь в сложившейся ситуации, ведь в интере у меня уже есть 12 камней для превращения нашего толстого Пакимбаггинса в огненного, в котором, словно в котле, можно будет готовить еду, но вот хранить растительное уже не получится, так как она превратится в пепел. Имейте ввиду, мяса это почему-то не касается. Еще один плюс превращения нашей птицы в том, что огненный Пакимбаггинс будет атаковать огненной атакой всех врагов, желающих принести какой-либо вред нашему герою. Ну а на этом мое видео подходит к концу, и если оно показалось вам полезным, ставьте лайки и подписывайтесь на канал, ведь сделать это вам не трудно. А меня в свою очередь каждый подписчик или же лайк стимулирует создавать новые ролики. Кстати, подписавшись на канал, вы будете всегда в курсе новых роликов, среди которых, конечно же, будут видео посвященные этой игре. На этом все. Всем удачи, спасибо за уделенное мне время и до скорой встречи на канале Shark Game.